Цифра дня открывает выпуск деловых новостей. Минфин ожидает ускорения инфляции до 3% в этом году. Это контролируемый показатель даже на фоне ослабления рубля. Ведомстве отвечают, что даже растущая инфляция останется в пределах целевого коридора, определенного Центробанком и правительством. Последствия путча 1991 года глазами россиян сейчас, дешевая школьная форма и огромный налог на шахматы. Подробнее об этом расскажу в ближайшие минуты. В студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте. Минэкономразвитие намерено отказаться от бумажных лицензий для бизнеса. Предлагают вносить записи предоставления разрешения в соответствующий реестр. Данные в нем будут открытыми и общедоступными. В переходный период лицензии можно будет получать как в бумажном, так и в электронном виде. Эти поправки – один из шагов к внедрению так называемой «реестровой модели предоставления госуслуг». Считают, цифровизация системы госуслуг позволит повысить их качество и скорость предоставления, а также снизит госрасходы. Аналогичная модель уже используется при предоставлении определенных услуг в Росреестре, Федеральной налоговой службе, Росаккредитации и ряде других ведомств. Баланс белого. Подавляющее большинство россиян получают официальную зарплату без так называемых денег в конверте. Это результаты опроса фонда «Общественное мнение». Правда, у 40% респондентов, которым задали вопрос о зарплате, ответили, что у них нет работы, не говоря уже о заработке. Трудоустроенные уже в большинстве своем получают белую зарплату. 7% опрошенных подтвердили, получают часть денег в конверте. Еще 6% признались, что их заработок неофициальный, серый. 4% работающих россиян какого цвета их зарплата не знают. Поверят на слово, Центробанк упростит выдачу кредитов без справок о доходах. Речь идет о потребительских займах до 100 тысяч рублей. Но введение позволит банкам принимать решение о выдаче таких кредитов, не проводить оценку финансового положения заемщиков. Проект поправок в законодательство Центробанк уже отправил на регистрацию в Министерство юстиции. 27 лет спустя россияне по-новому взглянули на августовский путь 1991 года и оценили его последствия. Аналитики попросили респондентов рассказать о значении тех событий. Больше половины, 53% опрошенных сошлись во мнении, что тогда проиграли обе стороны. А социологи подтвердили, если в начале 90-х путь воспринимали как символ политической борьбы, то сегодня это лишь момент истории. И большинство, 38%, теперь оценивают действия ГКЧП неправильными, повлекшими трагические события. Для 36% это лишь свершившийся исторический факт политической борьбы. Только 6% называют путь победы демократии над КПСС, а в правильность действий первого президента России Бориса Ельцина сегодня верят 10% россиян. Единая цена на школьную форму. С таким предложением выступают депутаты Госдумы. Предлагают, пошив всей продукции, отдавать только двум российским фабрикам. Инициаторы считают, что форма, как это было прежде, снизит в классах уровень социального расслоения. А цены на комплекты предлагают сделать минимальной, в пределах 4000 рублей для старшеклассников, для малышей еще дешевле. Производители одежды к идее, разумеется, отнеслись скептически. Первый вице-премьер министр финансов России Антон Силуанов заявил, что министерство не исключает перехода на другие валюты при расчетах за поставки нефти. Цитирую. Несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется и расчеты контрактные осуществляются, исходя из долларовой оценки, мы можем даже фиксировать долларовый эквивалент. Но получать за поставки нефти евро, получать другие свободно конвертируемые валюты, в конце концов, национальную валюту. И напоследок. В Индии начали облагать отдельным налогом настольные игры. Шахматы, монополию, шашки там посчитали люксовым товаром. И налог на них может показаться неоправданно высоким, сразу 20%. Но при этом снизили плату за другие товары, например, телефоны, контактные линзы и сделанные вручную музыкальные инструменты. А на этом у меня все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»